Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Инга Гаак, член Союза писателей России, автор стихов, песен и сказок. Инга Гаак детство провела в Узбекистане, училась в Белоруссии, жила и училась в университете в Эстонии. С 1993 года Инга Гаак живет и творит в Диме Травграде. Мы рады нашей гости. Итак, слово Инге Гаак. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инга Альбертовна Гаак. Я не так давно, хотя с другой стороны уже скоро 30 лет, как живу на Симбирской земле. Я родилась в Узбекистане. И долгое время я не вспоминала о своей родине, уехав оттуда в 10 лет, потому что Белоруссия, Эстония, где служил мой отец, привлекали меня своими красотами, новыми друзьями. И вдруг внезапно, в прошлом году, гуляя у Черемшана, я ощутила какой-то прилив ностальгии и с удивлением вспомнила все, что наполняло меня в возрасте 10 лет, когда я выходила, любовалась на горы на горизонте, на ранние закаты, когда сказки восточные жили в каждом кусте верблюжьей колючки или заросля джиды. Это было удивительное время. И неожиданно пришли стихи в июле, в жаркую погоду. Я сидела у окна, и вдруг палился поток. Восточный ветер Когда Юпитер так сияет ночью, и душный воздух сам прохладе рад, пленяет слух мой ветерок восточный. Я расскажу тебе о Хуснабад. Она сидит на золотом айване и слушает сладкоголосый саз. Мечты ее о вольном Туркестане не сводят с дочки шах жестоких глаз, о думах Хуснабад, о диких реках, чьи спины горы сдвинули в песках, о землях, покоренных человеком, о путниках, блуждающих по тьмах. Пусть ждут царевну и обман, и злоба, но славный путь к победе приведет, и сбросив ненасыдную утробу, царевну шахом сделает народ. Ну, вижу, ты подсказку задремала, тогда страницу мы перевернем и в старой книге с самого начала других историй множество найдем. О горных дивах, джиннах и эфритах, могучих артефактах колдунов, о кладах, что заклятиями сокрыты, о том, как обманул Ширин Хасров. Плутуют пыри, балуюсь в ашички, летит по небу деревянный конь, от хазергейсы тысячи косичек теряют женихи покой и сон. Царевны, чьи глаза, подобны звездам, спят в сундуках, на шелке, на плаче, бурливая река их прочь уносит, любви навстречу прочь от плачей. Я иногда брожу черемшаны, поросши лесом сказочной реки, мне грезятся пустыни сагзианы, когда гляжу на белые пески. И знаешь, ветер, я порой скучаю по шелесту барханного песка, по запаху лепешек с терким чаем, гранатным зернам, звукам кишлака и по рыку с темно-желтой гладью, по озеру с сапфировой водой. Где Тамариско розовые пряди, где Саксаул простерся вековой, где цепи гор зубцами точат небо и выпивают солнечный закат. Пустынным духом видано потребу шакалы тонко плачут и визжат. Тень на стене плывет арабской вязью, урючина цветет, сияет сад. Не умолкай, рассказывай мне сказки и пой мне ветер, пой, ахуснабад. Мы приехали в город Димитровград, и когда я вышла на вокзальную площадь, попала под лучи димитровградского солнца, я просто ахнула от обилия зелени, от того, какая богатая флора меня здесь окружает, и поняла, что здесь меня ждет настоящее погружение в сказку. И перефразируя известные строки, я рождена, чтобы были делать сказкой, и стараюсь, чтобы каждый день мой или моих друзей, или моих коллег был немножечко сказочным. И когда вдруг пришли стихи, которые, такое ощущение, что до 23 лет они копились, копились какие-то впечатления, воспоминания, сновидения, и вдруг здесь, в Димитровграде, в Ульяновске, я поняла, что я могу быть порталом, который ловит какие-то... Ну, тогда мне казалось, что какие-то гениальные строки, со временем восторги поулеглись. Ну, я люблю сочинять стихи, я люблю их рассказывать и петь, и люблю, конечно, стихи своих друзей. Но вот почему-то стихи посвятить Димитровграду мне никак не удается. У меня такое ощущение, что я не хочу повторять чужие какие-то впечатления, повторять чужие прекрасные астрофы. И у меня неожиданно начала писаться поэма, которую, я не знаю, может быть, я ее в этом году завершу, но прочитаю с самое начало, потому что Димитровград, равно как и Ульяновск-Сембирск, заслуживает того, чтобы их воспевали, пели каждый их день, каждый их год, чудесных людей, которые здесь живут. И в дымке туманной, и в занятий снежной, люблю тебя, город мой. Юный и свежий по маю бежишь ты в короткой юбчонке. В блестящих глазах мерикеской девчонки я вижу небес вековых синеву, и алую трех революций траву, и горький набат по ушедшим в закат. Я слышу, полынные стебли кричат. Гуляю по городу, как лепестки весенние мысли прозрачно легки, Смотрю на сплетение судей и улиц. Во времени жизни, жизнью незримой любуюсь, Кенком заплетает старинный погост, И вязь кружевную наносит мороз, И башен кирпичных зубцы в облака, И медлит в пыльце золотистая река, И мальвовый звон, и клубничная пать, Каштановых свечек плоды собирать. За летом снега, за купанием зима, Так долго и здесь ожидала ли сама? Я дивный секретик под липами скрыла, Едва на вокзальную площадь вступила. Фольга и стекляшка? Нет. Дни изумруды ждет каждый рожденье, Сверкая под спудом друзья и прогулки, Костры и леса. Там в будущем спрятаны снов голоса, А то, что в Эстонии снилось и снилось, Связалось, как пряжи клубок, и случилось. Я мама, жена и поэт наяву, Царевны в придуманной сказке живу. Спасибо за то, что не жалко чудес, Щедра твоя горсть, золотой меликес. Конечно, каждый город – это не только его прекрасная флора и фауна, Не только небеса и история, А любой город создают люди. И когда появляются друзья, Твоя жизнь превращается во что-то необыкновенное. Говорят, что не бывает женской дружбы, Но я совершенно не согласна, Потому что по 20, А с одной симбирской подругой уже 30 лет в этом году Мы отметим наши дружбы. Виктория Волконская. Моей подруге, поэтессе, художнику. В траве. Лежим в траве, глядим на облака, Твой тихий голос сумеречно льется, И на виске прозрачном жилка бьется, Цветы сжимает смуглая рука. Стрекочет воздух, Ягод аромат дурманит мысли, И души из дома все требует Бежать, бежать из дома Мы избежали в травы и закат. Проникновенный женский разговор О волшебстве, зеленом и уютном, О торжестве любви ежеминутном, О том, как сладок земляники сбор. Лугами бродит тихий ветерок И треплет волосы, сплетая наши пряди. Как хорошо вдруг оказаться рядом С той, кто себя для сказки уберег. Ты веришь, как и я, что Зурбаган Увидеть можно вечером с балкона. Ты веришь в фей, сатир, лепреконов, В ирландский клевер и седой туман. Чай из цветов, малиновый пирог Готовит август и здоров июля. Пока мы в этих травах не уснули, Дай руку. Побежали, мой дружок. Ну, подруга моя уехала жить к морю. И в прошлом году она написала мне письмо В стихах, которые неожиданно вдруг Зазвучали песни, которые я сейчас попробую исполнить. Стихи Виктории Волконской А я приду к тебе, видишь, знаки, Но ты должна разгадать меня. Я буду деревом в белом фраке Безумно снежного февраля. А может, домиком на опушке Ты мимо проедешь с охапкой книг И буду тебе говорить с подружки, Что домик на фото пугает их. А может, ты выйдешь из магазина, Когда уже ночь, и крепчает связь, И белая лунная паутина на плечи твои Упадет, сплетясь. И ты поднимешь глаза на небо, Лунатик на крыше, капель весна. Ты просто пошла в магазин за хлебом, Теперь ты сообщник чужого знака. А я приду к тебе ветер, волны, Землетрясение и пожар. И будет нетленным, как свет и море, Мой сокрушительно светлый дар. Мой сокрушительно светлый дар. Мой сокрушительно светлый дар. А другая моя подруга, тоже поэт, врач, который занимается аюрведической медициной, который исцеляет и души, и тела людей, и просто прекрасный друг, каких на свете просто, ну, это как дар небес можно воспринимать, потому что это и друг семьи, и друг твой личный, и друг твоей души, которому можешь доверить все абсолютно, ты знаешь, что тебя не осудят, не прелицают ни за что, принимая такой, какая есть. И мне очень жалко, что именно на ее стихи у нее пока только две песни, но одну из них я люблю особенно. Это для меня какая-то невероятная песня. Однажды я расскажу такую историю. Я исполняла ее в лесу, в белорусском заповедном лесу, на реке Птич. Была ночь, полнолуние. И я пела эту песню, стоя практически на краю болота. И когда я завершила ее, услышала аплодисменты. Из леса вышли люди, которые заблудились. Они шли на фестиваль «Радуга», заблудились в лесу, сбились тропы. И вот мы с Раисой Кашкировой этой песней людей вывели. Вот такая вот была история. Это посвящается, наверное, всем поэтам. И легко, и вдохновенно льются образы и рифмы, И волнуют словом пены поэтический прибой. Будто вырвавшись из плена, вдруг к себе притянем их мы, Орошая неизменно прозаичный берег свой. И отчаянно взбурлится слог волною веснопенной, Заискрится чистой гранью и оточенной строкой. И родятся на странице стихозвучно сотворенной, Из любви или страдания дети сверху и земной. Огромную радость я испытываю, отправляясь в путешествие. Когда мы с мужем и друзьями в машине едем куда-нибудь в путешествие, Это всегда счастье. И когда мы приезжаем в Ульяновск, Он для нас всякий раз показывает какие-то свои новые грани. То, как будто я оказываюсь в Париже, То на улочках Адлера, То в самом Симбирске, А то просто в каком-то космическом пространстве. Я не знаю, как это объяснить. Но, например, в Виновской роще впервые мы побывали На празднике, посвященном Ивану Гончарову. Мы заблудились, попали в туман. И бродили в этом тумане. И какие-то космические здания выплывали, Показывая свои бока. Это было увлекательное приключение. Мы опоздали на фотографирование в Гончаровскую беседку. Но зато остались впечатления. И, конечно, в Симбирской губернии, Вальяновской области Я посвящаю и свои путешествия, и свои сны, В которых я живу вторую свою, не менее полноценную жизнь. И я хотела бы прочитать небольшие путевые заметки, Которые вошли в замечательный сборник «Родина в нашу впадает сердца». Это совсем свежая книга. Она все еще пахнет вкусной ванилью, Советским мороженым и удивительными словами. Дневники чудес. Мой волшебный Симбирск. Мой прекрасный Ульяновск, Снова и снова возвращаясь на твои солнечные улицы, В кружевной торочке листвы, К твоим лесенкам, пряничным домикам, Я готова признаваться в любви к тебе. Купаясь в ласковых волнах ветра, Наш маленький корабль, Я и мои друзья, Скользил вчера по улицам, Где только что было шествие выпускников вузов. И мы то и дело видели Лоскутки цветочных бутонов, Или мелькнувших за углом из сеня черную мантию, Будто спешили по следам Гарри Поттера. Волшебное сечение струй фонтана, Или солнце, Выпутавшееся из пелен облаков И смешливо пробирающиеся сквозь кроны Неведомых сказочных дерев, Золотые купола церквей, Утопающие в удивительных облачных мистериях. Смех моих друзей, Игры на улицах, Тихие музейные залы, Вспыхивающие радостью от нашей радости открытия, Залы с толстыми катофеями И хрестоматийно суровыми смотрительницами. Гости вселенной метеориты Изучают нас из-за стекла, И всюду аромат питуней, Источаемый разноцветными граммофончиками, Он струится поверх запахов готовящейся пищи. Магазин Туз, Додо Пицца, Леонардо, Мус Торг, Удовольствие от вкусной еды и покупок Наслаивается на удовольствие лицезрения, Спокойного и разозерцания. Фонтаны, музыка, цветы, Ветерок с Волги и прекрасные облака Весь день сопровождают нашу компанию. Потрясающе талантливые уличные музыканты, Волынчики и барабанщики. А еще скульптурные композиции, Забавные инсталляции И красивые люди, И животные навстречу. Я люблю тебя, Симбирск. И всякий раз, когда мы отправляемся в путешествие по Ульяновской области, Как-то наши дороги приводят в пустынные поля, Где под косматыми облаками, Почему-то обычно это так, Косматые облака бороздят небо, И фотографируем брошенные храмы. Себя я не могу причислить к православным христианам, Я скорее язычница, Потому что верю в духов каждого предмета, Явления, камни, деревья. Но при том, когда я подхожу к церквям, И трогаю их стены, Целую эти брошенные камни, Порошие мхами, Я чувствую свое какое-то единение с ними. И вот недавно Муж мой Поучаствовал в конкурсе проводимый, По-моему, международный конкурс, И в номинации «Забытые ценности России» Вот он получил награду заслуженную. И так интересно, Что некоторые храмы после нашего нашествия Неожиданно находят спонсоров И их начинают реставрировать. Я надеюсь, что не только в Татарстане Мы наследили таким образом, И в Ульяновской области Все-таки начнется восстановление Прекрасных архитектурных сооружений И вместилище стольких чаяний, Надежд, мольб. Ну, это же такая история наша, Которую нужно постоянно возвращаться, Хранить ее для потомков, Чтобы на нас не были они обижены За наше невнимание. Ну, а дома Я развлекаюсь тем, Что много рукодельничаю. Ну, пожалуй, каждая поэтесса Находит свой медитативный какой-то свой поток И для сочинений, Для возвращения к себе за рукоделием. Вот такое стихотворение Сестрам по творчеству. Не посещает никогда мой дом Божественная скука. Я удивляюсь, вот тогда Мне не хватает в сутках суток. Как много бесподобных дел Валянье, вышивка, вязанье. Царит веселый беспредел Для мужа просто наказание. Лохмотья ткани на полу, Дрожек клубков на радость кошкам. И я в компьютерном углу Стихи кропаю понемножку. Я в стиле шемпи и винтаж творю. Порой небезупречно. Скрабукинг, квилинг, декупаж, Ну и пэтчворк. А может, пэтчворк? Плывет в ваниле аромат, Имбирный чай с корицей плюшки. Читаем сказки. Кошки спят на гладью вышитой подушки. Я с большим нетерпением ожидаю даже не столько весну, Которая уже вот-вот прямо примет нас в свои объятия. Я очень стала вот именно здесь, в Поволжье, летним человеком. Потому что что в Беларуси, что в Сибири, Лето это все-таки такое полусонное состояние между весной и осенью. Нет такого резко континентального перехода. Лето там не ощутимо. А вот здесь я падаю в лето просто с головой. И о лете, ну, очень много моих стихов. Лето и лес, все это часть меня, а я часть их. Лес вечерний тревожит напевно. Тихо стонет лягушечья тут. Сладкий ландыш, что слезы царевны. Эхо множится зыбкая дробь. Толь смеется заливе столешие, рассыпая в траве жемчуга. И меж тропок ступает неспешно за кореньями баба яга. На заросшей тропе пень-кудесник сонно жмурит опята глаза. Века вечного царства ровесник сказки леса готов рассказать. В кубах сосен куражится вихрь, не касаясь крылами низин. Там в долине и дивный, и тихий зверь гуляет, холмов властелин. На ветристых рогах в синий вечер звездным в травы струит молоком. В тонкой дымке шагает навстречу нежной ладушке лель босиком. Зверь проводит их сумрачным взглядом, ночь недолго пирует в лесах. Лето – песнь торжествующей лады. Извинят, извинят голоса. Раскинув руки, падаю в июль, в его хмельное травяное пламя. И я не знаю, что там будет с нами, здесь и сейчас себя осознаю. Там впереди подружкина гитара и наша лежебокость у костра. Чапатия, жаром пышущих гора и земляники алой. От загара олений гон и комарины гул, и лес в холмах, подобный парку юры. Ночной днелушки дивный изумруд, замшелых пни, зеленые скульптуры. Прекрасно все, все в будущем. А ныне плыву меж трав, холодных от росы. Днем нейрографика врачует от уныния и выживка с натуры. Но в часы, когда смолкает все перед рассветом, А серп луны срезает нити сна, стою, стою, бужу в себе поэта И выхожу в мир тишины одна. Помедитирую, запахнет медом донник, Вот-вот и бронзовки над кашкой закружат Из трав хмельных в небесное бездонье Навстречу солнцу обращаю взгляд. Когда-то, приехав сюда в 93-м году, Я пришла на работу в Дом детского творчества. И дети воспитывали меня гораздо лучше, Чем все книги, которые я прочитала к тому времени. Они научили меня взаимодействовать с людьми, Потому что дети – это такое чистое зеркало, В них отражается все, что мы им даем. Когда ты сам поступаешь, ты взрослый поступаешь неправильно, Мы видим, какая рябь скользит по глади вот этих зеркал. И в 94-м году меня отправляют от моей работы В пионерский, тогда еще пионерский лагерь, В Новочеремшанский лагерь «Зорькая». И я прожила прекрасные две смены. В детстве меня в лагерь не отпускали, Но в Узбекистане это и проблематично было. А здесь, под Димитровградом, Это были прекрасные излучины черемшана, леса, Странные голоса, странные сущности, Которых я встречала, вставая рано. Я до трех ночи рассказывала детям сказки, А в пять уже вставала и бродила в росах. Мне нужно было обязательно, непременно погрузиться в уединение. Я тогда еще не сочиняла стихи, Даже у меня мысли не было о том, что я буду когда-то вообще что-то рассказывать людям. Но вот Новочеремшанск меня очень поразил И что-то воспитало во мне. И буквально в 2020 году, Во время нашего ужасного пандемического лета, Мы все-таки предприняли попытку И выехали в Новочеремшанск. И так было странно оказаться там, Где 20 с лишним лет ты был абсолютно счастлив. Тогда я была еще совсем девчонкой, как сейчас я поняла, Хотя казала себе важной гранд-дамой. В Новочеремшанске Зеленый шум серебряных ракит я возвратилась. Через четверть века Медвяный воздух по лугам разлит, Дубрава корни опустила в реку. Не узнаю ни травы, ни песок. Чудесный дом, что янтарем светился тогда давно, Он выстоять не смог под гнетом лет. Медведь уменьшился и сжился, А птицы и волги по-прежнему поют. Сверкают зимородки, самоцветы. Мой салаван, мой призрачный приют, Как много зим нас разделило с летом, Когда душа того и была полна. Но грусти нет. Русалочки изгибы моей реки По-прежнему до дна чистые, прозрачные, Словно стайка рыбок. Скользнет мой взор течением влеком, Почувствую момента красоту, И перламутр ракушечного лома Лениво плавниками отмету. Также довольно часто я попадаю в любом городе, Я нахожу какой-нибудь ботанический сад. Бывает, что он совсем зарос, Заброшен. Бывает, что ухожен и прелестен. А когда ты радость открытий Разделишь со своим другом, Есть у меня юные друзья, Совсем молоденькие девочки. И вот одна из них, Виктория Кашкирова, Разделила одну из моих прогулок В ботаническом саду. В платьицах из псевдокрепдешина К детям экзотических земель мы идем, Склоняясь над латынью, Где жужжит вполне российский шмель. Шелк листвы роняет в воду ивы, В их завесе тонкий силуэт Девушки прелестные, И красиво светится жасмино-пышный цвет. Ирисы Моне или Ван Гога Тонкой строчкой обрамляют пруд, И, как в горьком графском монологе, Водяные лилии цветут. На листе лягушка отдыхает, В порух вспомнить хайку из басё. Мир зелёный в мире пребывает, И царит гармония во всём. Мы бредём муравчатой тропинкой, Льнут к подолам травы и цветы, Тихим эхом. Вика, грянька, янга, Обрати внимание и ты, Сколько их волшебных и прекрасных, Ароматных, странных и смешных. На цветы нельзя смотреть бесстрастно, Это сны басё, Ван Гога сны. Дорогие друзья, мои земляки, Я желаю вам Самой хорошей, Самой тёплой, воздушной, Впечатляющей, вдохновляющей весны. Дарите друг другу любовь и радость, Купайтесь в цветочных потоках, Пусть ваша жизнь будет Тёплой, уютной, Домашней или бродяжнической, Просто будьте счастливы. Большое спасибо. С вами была Ингаг. Мы благодарим Ингу Гаак За участие в нашей программе. В одном из стихотворений Инга Гаак пишет «Быть может, я и не права, Вам предлагаю удивляться, Но к небу тянется трава, Чтоб красотой восхищаться, А мы знаем, что красота В глазах смотрящего, И Инга Гаак обладает даром Видеть радостно, Необыкновенно, чудесно Этот мир. Мы желаем Инге Гаак Радости, света, души. Сама Инга сказала о себе Я рождена, чтобы были сделать сказкой. Наверное, она и её творчество И служат такому предназначению. Дорогие друзья, Мы желаем вам радости, Мира, тепла и света. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова